Приветствую вас. Эпицитуация в Грузии улучшается. За последние сутки в стране коронавирус выявлен еще у 165 человек, и на 15 февраля общее число инфицированных в Грузии достигло 265 772. Из них 3363 скончались. С 15 февраля в Грузии заработали все школы, а также открылись уличные рестораны и кафе-бары, которым разрешили принимать гостей только до 20.00 и только по будням. Объекты питания в Грузии понесли огромные убитки, и то, что власти Грузии разрешили работать рестораном и кафе-баром в открытых пространствах до начала комендантского часа, не значит, что они все открылись. Даже если разрешили бы открыть весь ресторанный бизнес, более половины заведений не смогли бы работать, так как они уже обанкротились. Все это время они не могли платить за аренду, а 80% ресторанов арендуют здания. Сотрудники полиции вновь опечатали скандальный бар «Джапарастан» у Джапара, расположенный в центре Тбилиси. Напомню, что лидер оппозиционной партии Гирчи «Больше свободы» Сураб Джапаридзе открыл этот бар в качестве акции неповиновения, политики и ограничений. Он заявляет, что платить штраф не собирается, защитой ему служит депутатский мандат, возможности которого он использует. Оппозиция по-прежнему протестует против действующих ограничений, а власти отменять их не торопятся. Грузинская оппозиция готовится к проведению широкомасштабных акций протеста в Грузии 25 февраля и 31 марта. Если власти применят силу, то задержать придется очень много людей. Власти также должны знать, что противостояние будет полным и пропорциональным. Считает оппозиция, и если на эти акции протеста придет спецназ и ударит, то ударим и мы, потому что власти уже вышли за рамки закона. Французский специалист Вилли Санюль, который работал в тренерском штабе Баварии, назначен на пост нового главного тренера сборной Грузии по футболу. Во дворочном цикле чемпионата мира 2022 сборная Грузия сыграет в группе B с командами Испании, Швеции, Греции и Косово. Удачи всем!